День за днём В погонах по иному, в лучшую сторону Меня как губернатора это очень радует Концерт в Центре культуры и малоёжной политики Десногорска Ко дню сотрудника органов внутренних дел Безопасность в городе обеспечена на должном уровне В этом есть вклад каждого сотрудника без исключения Сводка криминальных происшествий за неделю За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 113 сообщений о происшествиях День сотрудника органов внутренних дел Праздник не только действующих полицейских, но и ветеранов ОВД А также женщин, чьи мужья и сыновья отдали свои жизни, защищая правопорядок Как отметили события в Смоленске, далее в сюжете В праздничном мероприятии приняли участие начальник УМВД России по Смоленской области Генерал-майор полиции Василий Салютин Губернатор Смоленщины Алексей Островский А также представители комитетов, духовенства и сотрудники ОВД Начальник УМВД выразил большую признательность коллективам управления ФСБ, областной прокуратуры, управления Росгвардии и другим федеральным службам Смоленской области За эффективное и плодотворное сотрудничество Слова поздравлений и пожеланий прозвучали также и от губернатора области Алексея Островского Фосологические опросы, проводимые периодически по моему поручению, показывают, что Смоляне год от года по-иному относятся к людям в погонах По-иному в лучшую сторону Меня, как губернатора, это очень радует Всех с праздником Наиболее отличившиеся сотрудники органов внутренних дел были награждены медалями МВД России, почетными грамотами и благодарственными письмами Завершилось мероприятие праздничным концертом Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ День сотрудника ОВД отметили и в Десногорске К значимой дате был подготовлен торжественный концерт, гостями которого стали представители администрации и органы правопорядка, а также наша съемочная группа 15 ноября в Центре культуры и молодежной политики Десногорска прошел концерт, посвященный профессиональному празднику Дню сотрудника органов внутренних дел Искренние поздравления и слова благодарности выразил в своем выступлении глава Десногорска Андрей Шубин Будьте всегда мужественны, любите свою профессию, несмотря на все трудности и верно служите нашей Родине и нашему любимому городу За нелегкий, опасный и такой необходимый всем гражданам труд сотрудники органов Министерства внутренних дел были награждены почетными и благодарственными письмами А в праздничном концерте выступили не только творческие коллективы города, но и сами сотрудники полиции Несмотря на столь серьезную и ответственную работу, стражи правопорядка обладают еще и прекрасными артистическими и вокальными данными Начальник МВД России по городу Десногорску подполковник полиции Юрий Гришин совместно с майором юстиции в отставке Сергеем Кузьминым Поздравили и поблагодарили тех, кто посвятил всю жизнь службе, а теперь находится на заслуженном отдыхе Доблестные ветераны и на сегодняшний день продолжают помогать и оказывать всяческое содействие органам внутренних дел Ветеран-подполковник милиции в отставке Альберт Лисичкин после окончания Киевской школы МВД СССР в 1982 году пришел в отдел на должность старшего уполномоченного службы по борьбе с хищениями социалистической собственности Альберт Павлович рассказал нам немного о своей службе в органах Были трудные времена, это 1999 год, когда мы работали по 12 часов, вы знаете, в связи с терактами в Москве и других городах Успехов в работе, чтобы не было 1999 года, чтобы было спокойствие в городе, вот и хотел пожелать Хочется отметить, что служить на благородине хотят не только мужчины Юные девочки, с горлостью наблюдая за работой своих родителей, уверенно заявляют Я очень хочу пойти работать в полиции Инвестиционные проекты на миллиарды рублей – результат регионального форума «Территория развития» Мероприятие прошло в Смоленске и привлекло к участию представителей власти, бизнеса и общественности Губернатор Смоленщины Алексей Островский подписал 10 инвестиционных соглашений на общую сумму в 2,5 миллиарда рублей Проекты будут реализованы в сфере сельского хозяйства, деревообрабатывающей, стекольной промышленности и других отраслях Среди заметных планов значится также постройка аквапарка в Смоленске и открытие дилерских центров автопроизводителя «Лада» Все это создаст более 500 рабочих мест Организация Объединенных Наций назвала основные причины смертности на российских автодорогах Главная причина ДТП, по мнению специалистов, это езда в нетрезвом виде и использование телефонов за рулем Кроме этого, отмечена низкая теоретическая подготовка водителей Многие из них просто не знают о приписании того или иного дорожного знака К этому же относится неумение совладать с автомобилем в случае экстремальных дорожных условий Одним из решений проблемы специалисты ООН видят в изучении основ безопасного вождения со школьной скамьи В этом случае молодежь легче усваивает информацию и может передать ее старшему поколению О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 113 сообщений о происшествиях Из них 6 сообщений о преступлениях Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями Выявлено 85 административных правонарушений В том числе 74 нарушения правил дорожного движения За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах К административной ответственности привлечены 11 человек Фонд кино не справляется с задачей продвижения российских фильмов за рубежом Так считает министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский Глава ведомства отметил, что российская анимационная и киноиндустрия в Европе представлена очень слабо Это при том, что основной задачей российского фонда кино Значится именно продвижение своих продуктов на зарубежных рынках Министр раскритиковал организацию из-за невыполнения задачи по развитию кинотеатров в малых городах России Их количество и качество не позволяют привлекать большое количество зрителей Министр охарактеризовал ситуацию с фондом кино как боль Ипотека для ноги стала частью и непременным обязательством в современной жизни Но, как выяснилось, таким обременением готовы воспользоваться далеко не все Оформление жилищного кредита для себя считает возможным лишь 19% россиян А 72% граждан полностью исключают для себя такой вид займа Основная причина, по которой люди не хотят брать деньги на приобретение недвижимости в банке Плохое материальное положение Также отмечалось и отсутствие острой потребности в улучшении жилищных условий Интересно и то, что и банки стали намного разборчивее Они готовы выдавать ипотеку лишь трети желающих Именно такая часть граждан соответствует пониманию благонадежный заемщик В конце выпуска о погоде 19 ноября в Десногорске пасмурно Температура днем плюс 3, ночью плюс 1 На сегодня выпуск завершен Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм В студии работал Олег Соловьев До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok